Всем здравствуйте! Сегодня 15 февраля 2023 года. Сегодня праздник Большой Встретения Господни. И я поздравляю всех православных христиан с этим чудесным праздником. Ну что, а сегодняшнее видео я снимаю для того, чтобы показать вам, как выглядят мои распекированные пеларгоши. Итак, напомню, что посев своих пеларгоний я производила 17 декабря 2022 года. Семена мне попались, видимо, с истекшим сроком годности. Не обратила я внимания, когда их покупала. И очень долго они сходили. Три недели я ждала всходов пеларгонии. Потом я заметила, что мои пеларгонии стали выглядеть угнетенными, что на листочках появился хлороз, что семидольки у многих отвалились, что они совсем не развиваются, и новые листики совсем не хотят расти. И тогда я решила заменить почву грунт и рассадить свои пеларгоши в очень хорошую землю. Земля здесь у меня терравита, живая земля. Она с добавлением перлита и биогумуса. Ну и еще, конечно, там добавлено много всяких разных минеральных удобрений. Итак, напомню, сеяла я пеларгонию магии лета белого цвета. Это гибрид. И это тоже гибрид пеларгония Рафаэлла. Где четыре экземпляра, это беленькая пеларгония. У нее была стопроцентная схожесть. За одним сеянцем я не уследила. Ну а здесь, где пять штучек, это алая пеларгония. Здесь тоже стопроцентная схожесть. Все прекрасно, все развивается. Хочу сказать, что пеларгония после пикировки сразу же показала прекрасный результат. Она сразу же пошла в рост. Я сразу же заметила положительные изменения. Сразу она как-то воспряла, что ли, если можно так сказать. У листочков появился тургор. Они стали такие более веселенькие. Постепенно стал пропадать хлороз. Осталось немножечко, немножечко вот на этом вот растении можно заметить на семидольке, вот на кончике. Небольшой хлороз. Вот у этого растения здесь был... Здесь листочки совсем отваливались. Но все уже, можно было подумать, что оно скоро загнется, я его потеряю. Но нет, все прекрасно. Вот новая молодая поросль у этого растения. Здесь вообще был один листочек. Но, тем не менее, растение приросло и сейчас вот начинает наращивать зеленую массу. Да, то, что болело, оно все отсохло и потихонечку отвалилось. Объем. Я сразу же дала довольно большой объем для своих растений. Здесь 380 миллилитров. Это стаканчики из-под йогурта. Либо можно взять вот такие вот стаканчики из-под сметаны. Я думаю, что они есть в каждом доме, в каждой квартире. И еще раз уточню, что самое главное все-таки для пеларгонии это хороший качественный грунт. Хотя говорят, что пеларгония предпочитает кислые почвы, я посмею не согласиться с этим. Пеларгония предпочитает нейтральный PH почвы, либо даже выше, чем 5,5. Лучше будет, если это будет хорошая плодородная земля, обязательно с добавлением биогумуса. И только тогда ваша пеларгония, если вы видите, что она у вас не растет, в первую очередь замените ей грунт. Вот сама много раз сталкивалась с такой ситуацией, когда она не растет, вот цветок не растет, значит в первую очередь что-то не в порядке с грунтом. Значит обязательно нужно заменить грунт. Ну что, вот такие вот красавицы у меня наросли. У некоторых экземплярчиков уже даже можно заметить небольшие, правда их только-только начинают виднеться корешки, особенно вот на этом стаканчике. Сейчас попробую вам показать. Вот видите, вот они вот белые тоненькие ниточки. Это уже видно корешки. Это значит, что корневая система начинает осваивать объем предложенный, что все хорошо, что растения пошли в рост. И вот на такой стадии развития, на такой стадии роста я свои пеларгонии завтра буду подкармливать. Подкармливаюсь буду гуматом. Думаю, что наверное все-таки сделаю видео, как я подкармливаю, только в ускоренном быстром варианте, без разговоров, без лишних слов. Просто покажу, как развожу гуматик и как проливаю свои пеларгоши. Единственное, что хочу напомнить тем, кто вдруг нечаянно забыл, что пеларгонии и вообще любые другие растения лучше всего подкармливать по сырой почве. То есть предварительно, ну за день, например, за сутки пролить растения самой обычной водой, чтобы почва была влажная, а уже на следующий день делать подкормку. По сухой почве все-таки нежелательно делать подкормку. Ну вот, я с вами и поделилась своим радостным событием вот такими вот красавицами. Обязательно желаю вам вырастить такую же красоту. А еще желаю мирного неба вам над головой. Берегите себя. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok